Дорогие подписчики, приглашаю вас на мои другие каналы, видео о новостях зарубежного автопрома и мира наручных часов, бодибилдинге и здоровом образе жизни. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. В 2013-м тунец массой в 222 килограмма был продан за умопомрачительные 1,8 миллионов долларов. Но банку тунца в магазине можно купить дешевле, чем за 2 доллара. Так в чем разница? Для начала, это не одна и та же рыба. Консервируют обычно длинноперого тунца. Они мелкие, быстрорастущие и их огромное количество. И они уж точно не весят 222 килограмма. Есть только один вид тунца, который вырастает до таких больших размеров – голубой тунец. Если хотите попробовать его на вкус, то он обойдется вам в кругленькую сумму. Мы можем закупить тунца в Японии и продать по 80 долларов за порцию атора. Дерек Уилкокс является шеф-поваром в Шоджи, японском ресторане в Нью-Йорке. Его обучали в Японии, и он работал там более 10 лет. В ресторанах вроде Шоджи подают сырого синего тунца, или, как это называют в Японии, курамагуру. К ним тунца поставляют из разных мест, в том числе из японского рыбного рынка Цукидзи. Есть множество разновидностей тунца, но именно голубого тунца можно чаще всего найти в дорогих ресторанах. Голубой тунец – самый востребованный. Только у этого вида есть ни с чем не сравнимая фактура. Также голубой тунец при правильном содержании имеет особый вкусовой баланс. Взрослая особь голубого тунца может достигать веса в 204 килограмма или больше, а цена за рыбу варьируется в зависимости от различных факторов. Это полностью зависит от того, где рыба была поймана, но цена у нее всегда высокая. За местного тунца с восточного побережья можно получить от 40 до 80 долларов за килограмм. А за синего тунца из Японии можно заплатить больше 400 долларов за килограмм. Если верить Уилкоксу, японский тунец лучше американского в середине зимы. В то же время бостонский тунец лучше в период лета и осени. Но самого лучшего тунца можно найти в поселке Ома в Японии. В пик сезона тунец из Омы в Японии будет стоить по 400-450 долларов за килограмм. А значит, когда его завезут сюда, то его цена поднимется почти до 800 долларов за кило. Помимо высокого содержания жира, причиной такой высокой цены на рыбу из Японии является дальность перевозки. И товар проходит довольно долгий путь, прежде чем оказаться у вас на тарелке. Рыба проходит через множество инстанций в Японии, что не является чем-то плохим. Уилкокс также говорит, что в Японии лучше управляются с рыбой, чем в США. Таким образом рыба не повреждается и нарезка идет более точно. К нам доставляют бостонского синего тунеца таким образом, что он сначала переходит от рыбаков к дистрибьюторам, а затем уже к нам. В то время как в Японии от рыбаков рыба сначала доставляется в кооперативы, затем к правительственному аукциону, затем к средним оптовикам, далее к оптовикам и, наконец, в ресторан или отель. Вся высококачественная рыба в Японии продается на аукционе. Более востребованная рыба, которую поймали в хорошем месте, которую качественно разделывали, которая, очевидно, лучшего качества в целом, уйдет по более высокой цене, а рыбак получит больше денег. На первом аукционе в году в Японии самые невероятно высокие цены на рыбу. Это больше символический жест, нежели рекламный трюк. Отчасти поэтому в 2013 году 222-килограммового тунца продали за 1,8 миллионов долларов, а первая рыба 2018 года была продана за 323 тысячи долларов. В японской культуре считается, что первое, что ты сделаешь в новом году, является самым важным. Как встретишь новый год, так его и проведешь. Первый тунец в году всегда продается по самой высокой цене, и цена за другие продажи не может быть выше. Также разные части голубого тунца сильно различаются по цене. Если представить, что тунец это торпеда, то ее режут на четыре части по всей длине. Отрезают голову и шею, и берут одну или две четверти из области живота. Вот так выглядит одна четверть при доставке. Это доставка из Бостона. Рыбу поймали за день до этого. Уилкокс нарезает рыбу в зависимости от ее типа. Уилкокс утверждает, что это очень похоже на говядину. Знаете, когда покупаешь говядину, она вся примерно одинаковая. Но как только она разрезана на части, филе сильно вырастает в цене, потому что это самая желаемая часть. Она также и самая маленькая часть, и требует огромного труда, чтобы счистить с нее чешую. Атора является самой жирной частью тунца. Помимо головы и шеи, эта часть самая дорогая. И в зависимости от того, где поймали рыбу и где ее растили, цена может варьироваться от 10 до 80 долларов за кусок. Чутора – это часть с боковой стороны рыбы, и у нее нет полосок жира. Но в мясе он все равно присутствует. Аками, что в переводе с японского буквально означает «красное мясо», является самой скудной частью, которую можно найти ближе к центру тунца, рядом с позвоночником. Аками – это самая распространенная и самая дешевая часть рыбы, но она все равно дороже, чем среднестатистическая банка рыбы из супермаркета. Чтобы определить качество тунца, надо попробовать красное мясо. Аками, поэтому по нему можно сказать, как она питалась. Была ли у нее хорошая жизнь, жила ли рыба в хорошей воде и могла ли свободно плавать на воле. Поэтому у тунца, выращенного на фермах, которого обычно кормят сардинами, в жире, можно почувствовать вкус сардин. В то время как у дикого тунца с разнообразным рационом вкус жира будет более мягкий и чистый. Но на протяжении десятилетий дикого синего тунца в Тихом океане ловили слишком часто, что привело к снижению популяции, и рыбу стало труднее ловить. Тем не менее, недавние меры по контролю ловли рыбы привели к восстановлению популяции. Но Уилкокс говорит, что можно сделать и лучше. Честно говоря, Уилкокс избегает любого голубого тунца из Тихого океана, выловленного не в Японии, и рекомендует делать так же.